Ну а мы сейчас, дорогие слушатели, немножечко разомнёмся. И сейчас поиграем. Мы начинаем с вами игру. Итак, продолжу строчку из известной русской народной песни. Я начинаю, вы продолжаете. Ответ пишем в чате. Я уже вижу, что вы умеете продать в чате. Итак, ой, цветёт Калина. Так, кто у нас пишет? Продолжайте строчку. Так, кто у нас на ток русской песни? Поле у ручья. Так, ещё будут варианты. Тимур, да, вижу Тимур. Марина, поле у ручья появился. Каким ты был? Продолжайте. В чате пишем мне. Подсказывайте, Ольга Яновна. Чат. Нет, нет, нет. Хорошо. Смотри, вы подсказываете кому-то. Что вам подсказываете? Ой, извиняюсь. Так, каким ты был? Таким ты и остался. Ага. Смотрю, Марина, Кулинар и Шавкатовна здесь. Так, так, ах, так. Смотрю, смотрю. Ну что, таким остался. Остался. Хорошо. Вопали. Очень простая иллюзная песня. Но с детства, наверное, всем знаком. Продолжаем. Да, с детства, Владимиром Первым. Тимур, Алена. Да. Да, отлично. Конечно. У нас же русская березка. Вопали. Ответа нет. Береза стояла. И наоборот березка стояла. Молодцы. Ой, мороз, мороз. Продолжаем. Не морозь меня. Да, Тимур Первый. Да. Мы с Натвана Владимировна. Какая вы у нас почитательница русской песни. Марина, Алена. Отлично. Последняя, которую я вам загадаю. Туни ветер. Продолжайте. Туни ветер. Правильно. Так, но есть у нас только Аня Лгнаток. Ветку клонит. Но Светлана Владимировна, конечно, не отстает. Да, Ирмак. Отлично. А теперь задавай, Ирмак, свои строчки. Подону гуляете. Ну-ка, найдите, где подону гуляет, Ирмак. Казак Молодой. Да, Аня. Казак Молодой, правильно. Правильно? Правильно. Так, посмотрим. Ну, давай, Макс. Еще. Что с Тенечкой, чаясь? Ну, что, Ирмак, пора объявить следующий номер. Ну, да, пора. Давай. Учился в техникуме, я познакомился с Елисеем Несмеяновым. Он играет на баяне и сочиняет музыку. Песня «Тонкая рябина». Песня «Тонкая рябина». Песня «Тонкая рябина».